Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие! И сегодня, сегодня такой день, когда у нас продолжаются праздники, и хочется что-то полезное и вкусное. И сегодня мы с вами будем готовить рагу с мясом и овощами. Как всегда, мои рецепты очень-очень-очень простые, полезные для всех. Итак, поехали! Рагу с мясом и овощами от Ольги. Всем приятного аппетита! Люблю вас всех! Итак, дорогие мои, сегодня у нас рагу, но не овощное, а уже с мясом. На дно кастрюльки, которую можно немножечко поджаривать, мы сначала льем чуть-чуть совсем оливковое масло. Потом выкладываем мясо, любое, хотите свинину, хотите говядину, хотите курицу. И сколько угодно, то есть, в общем, чем больше мяса, я думаю, что тем лучше. Ну, конечно, не килограмм, здесь достаточно полкило. Потом я засыпаю лук. Вот у меня уже немножко такой зеленый, и сейчас я засыпаю уже мясо, лук. Закрываем крышечкой, пока режем морковку, пусть оно там немножечко жарится. Дорогие мои, засыпаем морковку, но это только начало морковки, я еще добавлю, потому что сейчас очень хороший период, весеннее солнышко, с которым вместе усваивается витамин В, который есть в морковке. Поэтому едим морковки побольше. Ну, и мне нравится оранжево-желтый цвет. Это тоже. Тоже закрываем крышечкой и продолжаем дальше нарезать. Хотела сказать, что это мы все делаем на маленьком, на маленьком, на маленьком огне, его даже не видно. Поэтому спокойненько оно там тушится, а мы спокойненько нарезаем. Дорогие мои морковки я еще добавила, а сейчас я сюда добавляю перчик. Вот я порезала его, такой у меня желтый. Я люблю всякие разные цвета, чтобы были все вместе, типа весенние мотивы. Ну, и добавляем перец тоже в кастрюльку, чтобы он тушился снова на маленьком огне. Добавили перчик. Смотрите, какая красота у нас получилась. Как вы заметили, я добавляю постепенно овощи. Внизу у меня сначала идет мясо, лук, потом морковка, вот перчик. Но я ничего не перемешиваю. На малюсеньком-малюсеньком огне все это дело у нас тут. Итак, у нас перчик. Сейчас мы добавляем помидорчики. Помидоры тоже любые, которые у вас есть. У меня, типа, вот такие вот красивые. И я их порезала так, как мне нравится. Вы можете порезать еще поменьше, квадратиками, ромбиками, как угодно. Итак, добавляем помидорчики. Закрываем крышечкой. Вот такая красота у нас получается. И на маленьком огне пусть оно еще дальше тушится. Помидорчиков добавляем. Немного соли. Ну, это кому как нравится тоже. И наши волшебные приправки. С пепперонтинчиком и со всеми премудростями. Снова закрываем крышечкой. Мы добавляем картошечку. Вот я порезала на такие кубики. Положила всю картошечку. Немножечко добавила укропчика. И сейчас все это дело я заливаю немножечко водой. Чтобы скрылась чуть-чуть картошечка. Такая красота у нас получилась. Сейчас мы включаем большой огонь. Доводим до кипения. И потом снова закрываем крышечкой. Убираем на малюсенький, малюсенький, малюсенький огонь. И тушим где-то минут 40. И даже можно час. Потому что чем больше тушится, тем вкуснее становится. Но сначала до кипения на большом огне. А потом на малюсеньком, малюсеньком. Еще с крышечкой. Еще 40 минут. Ждем. Главное, что мы уже все покидали. И руки наши свободные. Можно делать все, что угодно. И наконец-то собираем гостевую комнату. Вот уже ребята почти все приволокли. Сейчас остались еще детали. И потом начнем собирать. Ну, в смысле, они начнут собирать. Шкаф там. Здесь кровать. Комод большой. Здесь будет два маленьких комода вот таких. Ножом обрезать ничего нельзя. Дорогие мои, вот 40 минут уже прошло. И наше рагу уже готово. И сейчас нам осталось его только подать на стол. Подадим мы его красиво. Нужно вывалить на большое красивое блюдо. Дорогие мои, сегодня у нас получилась вот такая красота и вкуснота на обед. Рагу немножко с мясом, с картошечкой, с морковочкой, с перчиком, с помидорчиками. Ну и, конечно, сверху посыпали мы зеленью. Чтобы у нас получились действительно весенние мотивы. Ну, всех вас еще раз поздравляю с пасхальными праздниками. И желаю вам приятного аппетита. Рецепт от Ольги очень-очень-очень простой, очень полезный и, конечно же, вкусный. Всех вас поздравляю. Здоровья, счастья, радости, любви. И приятного всем аппетита.